В 1237 году татар-монголы вторглись в русские земли. Первой пострадал Рязань. Враги разграбили ее и сожгли дотла. Рязанцы решили не восстанавливать пожарища, а через несколько десятилетий построили другой город. Так появилось две Рязани. Новый, современный областной центр и старый, мертвый город, ставший памятником археологии мирового значения. Хроники черной археологии. 1822 год. Старая Рязань. Крепостной крестьянин обнаружил там клад до монгольского периода. Передал его государству. Теперь эти сокровища хранятся в оружейной палате. Всего в Старой Рязани было найдено 13 кладов. Последний из них обнаружили черные археологи. Его судьба неизвестна. По мнению ученых, черная археология это такое же варварство, как вырывание страниц из старинной книги. Ведь вещи, найденные черными археологами, как правило, оседают в частных коллекциях и оказываются потерянными для науки. Сами же черные археологи парируют эти обвинения в свой адрес тем, что вещи из частных коллекций лучше, чем вещи, сгнившие в земле. С каждым годом археология все больше черней. Существует целая армия черных археологов, которая вскрывает тысячи квадратных километров культурного слоя. Эта же армия скрупулезно очищает землю от артефактов, бесценных предметов, пролежавших там многие столетии. И эта бесчисленная черная армия снабжает этими находками антикварные рынки. Тоже черные, нелегальные. Как говорят сами археологи, Роскоп это книга, которую можно прочитать только один раз. Если там побывал черный археолог, эта книга про чтение уже не подлежит. Потому что извлеченный материал, пусть он даже остался на месте работы черного археолога, он не столько смазывает, сколько разрушает эту картину. Ежегодно наша страна лишается десятков тысяч уникальных вещей, каждая из которых должна находиться в музее. Все эти предметы попадают в руки коллекционеров, российских и зарубежных, и исчезают для науки. Бесследно. Растворяются вместе с своей добычей и черные археологи. В лицо их не знает никто. Лишь один из таких кладоискателей всемирно известен. Он прославился еще в 19 веке. Его имя Генрих Шлиман. История с немецким торговцем Генрихом Шлиманом, пожалуй, первое серьезное столкновение археологов-любителей с профессионалами. У Шлимана была мечта найти Гомеровскую Трою. Над ним смеялись, его называли сумасшедшим. Но неожиданно для всех любитель утер нос профессиональным археологом. В 1870 году в ходе раскопок на холме Гиссарлык он обнаружил таки Трою. Однако он открыл более древнее поселение. А заветный Гомеровский город находился в верхних слоях. Шлиман не обратил на него никакого внимания. И сам, не зная того, варварски его уничтожил. Мечта Шлимана сбылась. Он нашел золото Троя. Назвал его кладом Приама. Шлиману с трудом удалось нелегально вывезти сокровища из Турции. Он попытался продать клад, но покупателей не нашлось. В 1881 году Шлиман подарил находку Берлину. В 1945 году клад Приама в качестве трофея переехал в Москву. Сейчас его можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Однако со времен Шлимана методика кладоискательства изменилась. Мы решили найти хоть одного черного археолога, который показал бы нам свою технологию изнутри. Это оказалось непросто. Как правило, они действуют нелегально и все держат в тайне. Однако нам удалось познакомиться с одним кладоискателем, который решился не просто рассказать, но и показать то, чем он занимается. И при этом не скрывать своего лица. Его зовут Вадим. Ему 29 лет, живет в Москве, занимается бизнесом. Мы договорились, что поедем вместе с ним в экспедицию на Западную Украину, в Прикарпатье, на места ожесточенных боев времен Великой Отечественной. Вадим обещал посвятить нас во все тонкости и ответить на все наши вопросы. Насколько кладоискательство отличается от официальных раскопок? И как сами черные археологи оценивают то, что они делают? А что, какие находки там могут быть? С немцами, да? Я думаю, с теми и с другими, скорее всего. Потому что, говорят, лагерь был продолжительное время на горе. Жили они там где-то, как минимум, я думаю, год лагерь стоял. Значит, уже какие-то были бытовые детали такие, ты знаешь, потерял, спрятал из личных вещей. Мы едем за 15 километров от городка Самбар, районного центра в Львовской области. Эти места на левом берегу Днестра впервые упоминаются в летописях в 1241 году. Такие старые поселения – лакомый кусок для черных археологов. Хроники черной археологии. 2004 год. Тульская область. Кладоискатели раскопали древнее городище Супруты. Среди находок серебряные украшения, серьги, уздечные наборы 9-10 веков. Теперь городище почти пусто. Культурный слой нарушен и не подлежит восстановлению. Всего на территории Тульской области разграблены 3 древних городища. Место боя, куда везет нас Вадим, известно только приблизительно. Нам пришлось заехать в деревню Спрыня, чтобы расспросить местных жителей. Здравствуйте. Здесь лесник пенсионер или вот был лесником, человек живет. Так, был лесником, зараз пенсионер. Винникас Курин давно. Винникас Курин давно живет, вот там, там хата спрыг. Добрый день. Нам сказали, вы лесником здесь работали, да? Да, точно. Говорили, вы знали, где здесь был где-то на горе бой немцев с украинскими повстанцами. Тут подъехали до нас на территорию той лесничивки, где находится зараз табель. 52 немецких машины. Это вы посчитали, да? То я уже расслабился сам посчитал. А сколько их тут было, никто бы не знал. Много, наверное, было. Там далеко идти, да, отсюда, получается? Звездцы, где-то 6 километров. Пока наши действия не отличаются от того, чем занимаются официальные археологи. Этот этап работ называется разведка местности. Но насколько наши пути разойдутся дальше? Хроники официальной археологии. Московская область, Красногорский район, поселок Микинино. Здесь уже несколько лет работают ученые из Академического института археологии. Они исследуют древнее селище, которое когда-то было на этом месте. По расчетам ученых, в земле непременно должно сохраниться хотя бы что-то с тех далеких времен. Может быть, даже клад эпохи монгольского нашествия. Копать начинают не сразу. Сначала ученые взяли металлоискатель и исследовали то, что лежит близко к поверхности. Но нашли только ржавые гвозди. Неужели на этом находке и закончится? Опрос местных жителей тоже вполне научный метод исследования. Лесник рассказал нам, что в те годы на горе Водилок располагалась школа Украинской национальной освободительной армии. Фашисты окружили ее и разбили повстанцев. Блиндаж – хорошая подсказка в наших поисках. Значит, место боя совсем рядом. Что, Андрей, поедем? Информацию ценную получили. Так обычно местное население, оно точнее любых источников, которые живут, тут все знают, они точнее покажут. А народ добрый, он и проведет туда, некоторым не лень. Да, 320 немцев. Есть что поискать. Было очень много всего потеряно интересного. Начиная там от могилы Чингисхана, Мамая, котел Арианта, который искали. Я думаю, мы еще и много не знаем, у таких вот есть легендарные сокровища. Есть такое, что найдет кто-то и скажет, а будет же было. Хотелось бы найти такое, чтобы удивить людей просто. И чтобы вот как Шлиман, сколько лет его вспоминают, сотни лет. Вот чтобы так же вспоминали, может быть. Лесник рассказал, что в пяти километрах от блиндажа находится памятник, который обозначает примерное место боя. В 43-м году, да, был. ПСВ это повстанец, да? ПСВ повстанец. Ну что, поищем? Обязательно. На самом деле, бой был правее, метрах 500 отсюда. Уводим с собой всего два инструмента – лопата и металлоискатель. На первый взгляд, технологии черных археологов примитивны, но это не так. Тот же металлодетектор, с которого начался бум в кладоискательстве, только полдела. Да и с ним без специальных навыков не справятся. Металлоискатель – это очень такое серьезное изобретение. К сожалению, у нас вот нет металлоискателей, как правило, у археологов, либо крупные организации владеют такими приборами. И нам они чрезвычайно помогают при разбивке раскопа, вообще при определении того, стоит ли здесь копать. Поначалу идешь просто, как я вот хожу спонтанно, змейкой, на случай. Потому что если там что-то было, то по-любому ты находишь находки и определяешь, что там было. Если видишь, что место такое путевое, находки идут, или, допустим, уже что-то ценное там, допустим, нашел, тогда все уже, идешь, перекрывая сигнал за сигналом, шаг за шагом, чтобы не упустить ничего ценного. Как ты охраняешь вот это место? Здесь много находок? Как? Обычный бой, какие находки, которые я за находки не принимаю, допустим. Это гильзы, патроны, вот это все железо. Оно неинтересно абсолютно. Но ковыряться есть смысл. Именно потому что мы еще самого интересного, я думаю, не нашли. Где, допустим, хоронили здесь самих этих немцев. Ну, проволок алюминия, мусора очень много. В любом месте даже, даже где считаю, что там никого не было, ничего не должно быть. А зачем вот ты закапываешь ямочки? Ну, как, чтобы ландшафт не нарушать, чтобы местные не ругались там. И чтобы вообще не портить вид. Археологи, научные археологи, ученые, проводят вскрытие слоя за слоем. Как правило, работает в одном культурном слое. Черный археолог проводит свои, в кавычках, изыскания буровым способом. То есть он пронзает один за другим культурные слои, берет то, что ему нужно, а остальное выбрасывает. Хроники официальной археологии. Московская область, Красногорский район, поселок Микинино. Сотрудники Института археологии РАН закончили первый этап работы. Кстати, именно этот институт выдает исследователям так называемые открытые листы. Единственный документ, разрешающий вести разведку и раскопки археологических объектов. У участников Микининской экспедиции, разумеется, есть открытые листы. После работы с металлоискателем они занялись шурфовкой. Это следующий этап, его можно назвать пробными раскопками. Шурф – участок земли, по которому смотрят, есть ли в этом месте что-нибудь интересное. В Микинине шурф дал ученым очень важную информацию. Выяснилось, что культурный слой здесь доходит до 12 века. А это значит, что обязательно нужно копать дальше. У Вадима нет открытого листа, который выдает Институт археологии Академии наук. А значит, его раскопки незаконны. Но его это не смущает. Его оправдание – искренний интерес. Вадим рассказал, что очень трепетно относится к находкам военного времени. Если обнаружит тело советского солдата – захоронит. Сейчас он вместе с друзьями, тоже черными археологами, создает музей боевой славы в одной из московских школ. В основу экспозиции легли его личные находки. А вот о научной основе своего музея Вадим предпочел промолчать. Хроники черной археологии. 2003 год. Краснодарский край. Городище Фанагория. Крупное античное поселение на Черноморском побережье. С 90-х годов систематически подвергается нелегальным раскопкам. Уникальные монеты и украшения продаются перекупщикам. Бесценный товар находит и цену, и покупателя на рынках Крыма и Кубани. Конечно, плохо то, что работают черные. Никакого спора нет. Потому как они копают, вот я уже говорил сегодня, они копают там, где им хочется. То есть они знают, где надо копать. И есть такой парадокс. Где бы мы не работали, всегда обычно местные жители приходят и говорят, а что вы здесь копаете? Вы копаете вот там. А вот дед мой там золото нашел, а вот там-то клад был найден. Мы знаем, что там это могло быть найдено. Мы копаем там, где нам приходится работать. То есть в местах застроек в первую очередь. Я считаю, что профессиональные не любят черных. Может из-за конкуренции, может из-за зависти. Ну бывает, да, что черные там или просто любители находят больше. А вот он вышел из палатки и думает, блин, а я тут проспал три месяца. Потом буду всю зиму и отчеты писать, как я тут хорошо поработал. А вот он несколько ночей полазил, там попотел, повставал. Там кучу денег потратил, чтобы доехать до места и все. И нашел. Ах, какой плохой черный археолог. Похож на окоп или на могилки вот такие, знаешь, когда труп разложится, он туда опускается. А когда кладбище в лесу, то они идут вот так, знаешь, как раз и раз, вот так в строгой последовательности геометрической. Я знаю людей, которые так берут прям посередине, где грудная клетка, и копают траншею. А почему грудная клетка? А там где награды были. Сигнал, да? Да, что-то плоское. Так, как обычные консервные банки алюминиевые, извините. Сейчас мы ее найдем, наверное. Больше всего капанины на плохую какую-нибудь ерундовую находку. А хорошая, обычно, знаешь, она сама чуть ли не вылетает. И один раз по молодости, полчаса, в мелкой такой крошке спрессованной белокаменной, вот знаешь, когда белый крем струй, я откапывал ржавую кастрюлю. У меня все руки в мозолях были, ну такой энтузиазм, думаю, если это старый камень, там наверняка что-то ценное супер там будет найдено. А нашел сковородку. Опа. Коробка, говорит. Ух ты. Ну, что такое? Как думаешь, зачем она нужна? Ну, вообще, по размеру на спичный коробок, по-моему, уже. Ну, просто она ела... Это у офицеров по спичный коробок сюда вкладывался, чтобы в походе не мялся. Вещь, нельзя сказать, что она раритетная. Это вещь из-за бихода германской армии 30-х, конца 30-х, 40-х годов. Достаточно распространенная. И я более чем уверен, что если бы произвести классические раскопки в этом месте, то рядом с этим зажимом можно было бы обнаружить целый ряд других вещей, которые бы позволили реконструировать, дополнить, восполнить события, происходившие там. Вот это называется деньги. И сколько это будет стоить на рынке? На рынке таких стабильных цен нет. Это же не базар, не магазин, где прайс. Я знаю, что меньше 200 баксов я и не отдам. Ну, тебе ставь, понимаешь, пока поиграешь там. Потом продашь. Еще попросят продать. Продажа – это реализация, отдельный технологический этап. Да, некоторые люди хорошо копают, но торговцы с них никакие, поэтому много теряются. Мы выяснили, что черных археологов можно условно разделить на два типа. Первые – люди, увлеченные историей. Поиском предметов старины. Находки они оставляют себе, дарят друзьям или сдают в музей. Для вторых, черная археология – это бизнес. Если найденный предмет не имеет спроса на антикварном рынке, его бросают там, где нашли. Спрос на продукцию, так сказать, черной археологии – это действительно явление нового времени, поскольку цена на находки достаточно высока для человека, скажем так, не занимающегося другой деятельностью. Но вот один дирхем стоит что-то порядка 10 долларов. В общем-то, это немного, но если клад дирхемов найден, то, конечно, можно заработать себе на жизнь. Это же такой стереотип, что раскопают, значит, копают что-то ценное. То, что можно вынести, сразу продать. Хотя многие вещи продать очень сложно. Главное – это поиск. Не то, что много денег найти. Я больше, допустим, могу потратить на поиски сами, чем заработать. Но для меня это вот как бы получаю удовольствие от этого. Мы поняли, что Вадим представляет прослойку между двумя типами черных археологов. С одной стороны, он серьезно увлечен самим процессом поиска, но с другой стороны, не прочь на этом заработать. Хроники официальной археологии. Московская область. Красногорский район. Поселок Микинино. Участники экспедиции, институт археологии закончили шурфовку и приступили непосредственно к раскопкам. Это очень сложный технологический процесс. Местность разбивают на квадраты. Их раскапывают постепенно, снимая слой за слоем. Каждый слой, ученые называют его штоком, равен 18-20 сантиметрам. Это чуть меньше лезвия лопаты. На уровне 14 века археологи обнаружили металлические изделия и предметы обихода. Это доказывает, что люди здесь жили уже во времена Дмитрия Тонского. Однако это не самый древний культурный слой. Ученые уверены, что главный открытие еще впереди. После обеда мы переместились на 20 километров от горы Витила в старинное село Таргановичи. Здесь тоже проходили бои, но на четверть века раньше, во время Первой мировой. Местность вокруг Самбара упоминается в военном романе Ярослава Гашика «Похождение бравого солдата Швейка». А вот сложно работать, когда рельеф не очень подходящий. Сложно работать, когда травы много. Год черного археолога четко расписан. Зима – время работы в библиотеке, общение с коллекционерами. Лето – сезон полевых работ. Однако многие летом не копают, а ходят в разведку. Ищут новые места. Копать удобнее всегда весной, когда нет травы. Я смотрю за тобой, такое впечатление, что ты так и как-то это небрежно делаешь. Это на самом деле просто когда сигнал, он просто тонкий там крякнет. Если уже чувствуешь, что это глубокий тон, уже там, чтобы зацепить. Раз, пошел сигнал, пошел копать. Ну вот, ты копаешь только чистые сигналы. Цветной металл. Железо копать можно, знаешь, когда у тебя много времени. На месте, где ты знаешь, нет такого железного мусора. От колхозов, от войны. Ну то есть, чтобы, допустим, найти домонгольское железо. Наконечники стрел, топорики. Тогда можно копать все подряд. Здесь сплошной кирпич идет. Местное это место называют замок. Замок, говорят, это крепость. На самом деле это не замок, не крепость. Это обычная усадьба. О, это пуля от австрийской, Первой мировой. В Москве, кстати, за них даже деньги платят. Потому что они не знают, что сюда приехал и насобираешь их целый мешок. А там редкость, да? А то, где там Первой мировой, не было. По России вообще очень единицы памятников, которые обозначены именно вот знаком, то, что это памятник археологии. А если не обозначено, значит, я могу искать, ходить. Ну, я по полю хожу. Туда разве археолог когда-нибудь доберется до этого поля? Однако, Вадим ошибается. Дело не только в статусе памятника. Законом запрещены любые несанкционированные раскопки. А вот, допустим, в случае, если свалка, откровенная свалка, а на месте старого городища, где могут быть очень интересные находки, как в этом случае поступать? Я бы не копал. Я бы искал хорошее место. Время, деньги. Зря его тратить. Тоже не будешь. Опа. Смотри. Шикарная вещь. Сигнум Лавдис. Австрия. Сам посмотри. Насколько потянет эта находка? Абсолютно не знаю. Но она, естественно, не навес, да? Ну, конечно. Она уникальность. Ну, ориентировочно. Ну, я думаю, если она не распространена, то минимум там 50-100 долларов. А там уже, может, какая-то редкая медаль. Надпись, которую ребятам не удалось расшифровать, на самом деле довольно известна. Она звучит «Signum Laudis» и переводится с латыни как «знак заслуг». Эту награду учредил австрийский император Франц Иосиф в 1890 году за безупречную службу в мирное время или выдающееся достижение во время войны. Это была офицерская награда, и делалась она из бронзы. Наши находки, пуля и медаль свидетельствуют, что именно в этом месте шли серьезные бои. А это значит, что здесь могут быть и еще какие-то следы Первой мировой. Практически монолит, да? Какая-то спрятана вещь, она среди вот этого очень плотного грунта. А каким образом ее доставать? Ты сейчас бьешь, ты по ней можешь попасть лопатой. И чувствуешь, когда предмет где-то на 10 сантиметров, допустим, достаточно вот... Почему я большую лопату обкопал и аккуратно вытащил. А если уже чувствуешь, он глубже лежит, ну как, по сигналу чувствуешь, по звуку сигнала, тогда уже копаешь больше яму. Здесь еще сантиметров 5-7 уж точно. Алло. Привет. Не, в поиске. Тоже? Я далеко. Что за место? Ну я там 3 года назад копал уже. Ну что, есть находки, ну... Хорошо. Давай, если что будет там, позвони. Я тут есть что-то такое, не пойму еще. Копаю тут. А так, по Австрии, по Австрии, да. Все. Ну да, да, давай. А что, часто вы вместе работаете с кем-то в паре или большой группой? Просто это большая группа, много знакомых именно, которые фанаты поиска. А там уже, кто знаешь, такие, которые будут за каждое место, на котором ты уже раз кто был, они будут думать, что там суперценное, что-то не будет тебе говорить. А есть такие, которые информацией поделят, что и ты с ними поделишься. Ну таких мало, в основном ты знаешь, кто находит хорошее место. Держит его в секрете, пока не выбьет более или менее. О! Рукоятка ножа какого-то. Ручка на рукоятке. Слушай, а вот ручка-то хорошо сохранилась. Потому что... Сохранность предметов, она с чем связана? Если, допустим, земля имеет нейтральные свойства здесь, то будет хорошее. Находил вещи, которые по 200-300 лет, как будто недавно уронили. Особенно там, где не поля. На полях, если в советское время посыпали удобрения, то она как кислота действовала на них. Все разъедала там. Так. Что это такое? Это штык. Еще заржавлено, железо. Подожди, какой штык? Это чехол, что ли, да? Это чехол. Подожди, чтобы не сломать, он может сломаться. А чьи это? Не знаю. Не русский. Первая мировая или еще раньше. Это еще один пример того, когда находка случайная, сама по себе, с точки зрения исторического знания, научного знания, она ничего не дает. Почему этот штык оказался в этом месте? Что там происходило? Почему этот штык австрийской винтовки был в ножнах? Он был потерян, он был утрачен. Если там что-то подобное, какие там части стояли, какие действия происходили. Понимаете, эта информация вместе с извлечением предмета исчезла, она была уничтожена. Вадим, а какая дальнейшая судьба этого штыка? Ты его продашь? Надо посмотреть, что за вещь, какая цена ее установить. Потом будем думать, продать, не продать. Поначалу я никогда не тороплюсь. Друзьям часто дарю там. Отличный подарок на день рождения. Любители антиквариата оценили бы такой подарок в 5-6 тысяч рублей. МВД обращается уже к нам с тем, чтобы контролировать те территории, на которых находятся археологические памятники. Вот в Нижегородской области наши коллеги давно уже, несколько лет, как подписали договор с УВД, и ежегодно совершают несколько выездов на самые такие опасные, разрушаемые памятники. В основном по сигналам местных жителей. У нас мало, мы не успеваем за такими огромными территориями всеми следить. И, к счастью, все-таки местные жители до сих пор бдительны. Приехал какой-нибудь милиционер на бобике. О, копаешь? Дай-ка я тебя заберу. А потом он уже задним умом думает, а зачем я его забрал сюда? В принципе, тут в уголовном кодексе ничего не написано. Вот человек с прибором весь. Ну, наверное, это плохо. Дай-ка я его помурыжу там сутки. А потом все равно же отпущу. Хроники черной археологии. 2004 год. Липецкая область. Сотрудники Госдирекции по охране культурного наследия объединились краеведами для борьбы с черными археологами. На месте древнерусского городища 12-14 веков были разбросаны гвозди, обрезки металлических банок и оружейные дроби. Это должно навести металлодетекторы на ложный след и тем самым осложнить деятельность кладоискателей. Все уже. Сразу можно промазать, пока мы доедем, оно все отойдет. А вот скажи, то, что эти находки никогда не попадут в музей. Хорошо это или плохо? Я смотрел каталоги там некоторых подмосковных музеев. Смотришь, там тысячи монет из кладов найдены. А там чешуи, допустим. А заходишь в музей, ни одно не увидишь. Оно лежит, никто не видит. Я посмотрел по каталогам. Это штык французской винтовки Лебеля 1886 года. Появление винтовки Лебеля стало целым этапом в истории огнестрельного оружия. До нее стрелку мешал слепящий дым и густой пороховой нагар в стволе. Теперь с этими неприятностями было покончено. Находки, которые мы делаем, допустим, они подталкивают, они нагревают рынок. Люди начинают собирать, коллекционировать. Когда коллекционируют не в глупую, а узнают про историю родного края. Там настоящие вот ценители старины. Они готовы показать, они готовы давать музеям для исследования. А зачем в музее десятки таких медалей? Десятки одинаковых монет. Однако этому есть разумное объяснение. В музее может быть выставлен только один экспонат какой-то категории. Остальные лежат в запасниках и тщательно изучаются учеными. Проблема собственности на исторические ценности, найденные в земле, стара, как и сами эти ценности. В Московской Руси человека, обнаружившего клад, сажали в тюрьму до особых распоряжений из Москвы. Петр I объявил все зарытые в земле сокровища собственностью государства. Этот же подход сохраняется и по сей день. Таким образом, если следовать букве закона, Вадим должен отдать все свои находки в музей, а не продавать коллекционерам. Нельзя покупать эти вещи. Нельзя покупать эти, пусть они и раритетные, пусть они и очень привлекательные. Конечно, здесь нужно обращаться, в первую очередь, к коллекционерам. На них это все ориентировано. Но ничего нового нет. Есть спрос, будет предложение. Мы вернулись в Самбар. Вадим хотел показать нам еврейское гетто на окраине города. По его мнению, там тоже есть, что копать. Вот там место расстрелок, да? Да, там был подземный ход, говорят. Мне ребята показали это кладбище на старой открытке. Это было очень знаменитое кладбище. Ну, а пришли немцы им, где там гетто делать. На этом месте гетто просуществовало с июня 41-го до августа 44-го. Люди жили прямо среди надгробий. Спаслись только 40 человек, которым удалось бежать. Есть что-то осталось еще? Осталось много чего-то. Ну, то, что по цене убрали местные жители, там, мраморные плиты. Так оно еще лет 20 назад было полностью все заставлено. Ну, вот валяется, видишь. Ну, да, вот как характерно. Самые ценные плиты забрали, там, для вторичного использования. Ну, в котором мрамор, там, гранит хороший. А вот обычные камни оставили. Вадим, а скажи, вот ничего тебя не останавливает от раскопок на кладбище? Да, в принципе, кладбище-то сами не копают, там, могилы. А вот здесь интерес копать по поверхности, потому что люди здесь были многие годы. Приходили, что-то теряли. И вообще его перемесили, вот, бульдозерами. До костей там не доберешься. А копать там на пару метров что-то... Ну, как это согласуется с какими-то нравственными нормами? С какими нравственными? Ну, как, во всех религиях, во всех просто житейских каких-то... А как согласуется то, что это кладбище взяли, бульдозером разровняли? Они никак не согласуются по тому. Конечно, не согласуются. Тем более, говорят, что это кладбище хотят восстановить, и не дают нынешние власти, не дают ее восстановить. Представляешь, несколько тысяч человек, все, память стерта навсегда. Вот так. А то, что я здесь найду какую-то потерю, я считаю, моя совесть чиста. Хроники официальной археологии. Московская область, Красногорский район, поселок Микинино. Для ученых из Института археологии наступил самый волнительный момент. В культурном слое 12 века они обнаружили уникальный предмет. Амулет-змеевик, сделанный из серебра. На одной его стороне изображено крещение Христа, а на другой – фантастическое существо с туловищем женщины и змеями вместо ног. Эта находка – свидетельство двоеверия наших предков. Приняв христианство, они продолжали оставаться язычниками. Этот редчайший предмет достоин того, чтобы стать музейным экспонатом и не где-нибудь, а в сокровищнице оружейной палаты Московского Кремля. Но для начала его нужно запротоколировать и интерпретировать, то есть понять, какое значение имеет эта конкретная находка в истории человеческой. Если бы амулет, найденный учеными, оказался на черном рынке, он никогда не попал бы в музей. Равно как и находка, сделанная Вадимом на Самборском кладбище незадолго до нашей встречи. Недельку назад, когда только приехал, я сюда пришел. Замечательная находка. Вот австрийская монета в жетон вставлена. 1892-я была. Золото? Золото, да. Да, русские вещи. Это найдено где? Вот здесь найдено. Вот здесь? Да. В гильзе было, тут все в гильзе, в принципе, и мусора очень много. Это, я считаю, просто навезенен. Все-таки это находка на кладбище, да? Ну да. А вот ты не суеверный человек? Вот не боишься, что такие находки могут как-то отразиться на судьбе? Да не думаю, что она отразится. Она может отразиться на судьбе, но я считаю, что по положительному плану. Особенно, если много найдешь. Хроники черной археологии. 2004 год. Новгородская область. Четыре кладоискателя осуждены по статье «Видение археологических разведок и раскопок без разрешения». Каждый получил штраф в размере полутора тысяч рублей. Все добытые ценности 18-19 веков изъяты. Сами правонарушители виновными себя не признали. Наш герой Вадим тоже не согласен с тем, что нелегальные раскопки – это преступление. Какое преступление? Я наоборот пользу для истории делаю, потому что я изучаю эту историю. И вот многие люди как бы больше начинают узнавать истории, когда выходят в поле с прибором, чем вот так просто читая какие-то книжки. Они понимают гораздо меньше, чем когда он нашел это сам и понял, что да, это было. Вот он у меня в руках. Однако в Уголовном кодексе есть статья 243, которая напрямую относится к кладоискательству. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. И тот факт, что черный археолог копает не на территории памятника, не освобождает от ответственности. Введение археологических раскопок без открытого листа влечет наложение штрафа и конфискацию предметов, добытых в результате раскопок. Все те, у кого нет открытого листа, какие бы благородные цели не преследовали, будут заклеймены бесславным именем черного археолога. И с этим трудно спорить. Расставаясь с Вадимом, мы поняли, что не должно быть глухой стены между профессионалами и любителями. И уж тем более не должно быть двух археологий – черный и белый. Человек в нашем государстве, где не обозначено никаких законных границ, он будет черным, пока он не будет состоять где-нибудь в Академии науки. Если он занимается поиском, он для государства всегда будет черным археологом. Всегда можно будет найти статью, или чтобы доказать, что да, этот человек нарушает закон, выходя в поле с прибором. Проблема черной археологии не только российская, но и общемировая. Движение кладоискателя растет. И вместе с тем проблема решаема. И ключевое слово в этом решении – не запретить, а ограничить. В Чехии, например, для того, чтобы купить металлоискатель, нужно иметь лицензию, в которой сказано, что прибор необходим исключительно для профессиональной деятельности. В Греции установлен возрастной ценз для продажи исторических предметов. Вещами старше 14 века торговать запрещено. В Англии любительские поиски вовсе разрешены официально, по четким правилам и в строго обозначенных местах. Профессионалы и любители работают не друг против друга, а вместе. И исторические ценности не оседают в частных коллекциях, а становятся всеобщим достоянием. Россия – ни восток, ни запад с их мощными культурными слоями. Она была меньше заселена, и, несмотря на свою необъятную территорию, беднее археологическими памятниками. Мы не так богаты, как кажется. Для полной очистки России от древнего металла потребуется совсем немного времени. Эксперты считают, что пройдет еще несколько лет, и настоящим археологам просто не останется материала для изучения. Археологический архив будет разрушен, а в наших знаниях о прошлом возникнет пробел, который невозможно будет восполнить. Археологический 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 ар